Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами сегодня Шашихина Тамара Викторовна, директор Европейского учебного института Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации. И сегодня мы с вами поговорим о очень важной теме, а именно о правах человека. 2019 год — очень важный год для всего мира, на мой взгляд, потому что это год, когда мы будем вспоминать то, что произошло 80 лет назад. А 80 лет назад, 22 июня, началась война. И 2019 год станет годом переосмысления и осознания всего того, что несет под собой война, и какие потери, и какие лишения ждут мир, если забыть о той истории. И для вас я сегодня принесла уникальных свидетелей той страшной войны, того страшного времени, потому что можно подвергать сомнению любой документ, любое воспоминание, но невозможно подвергнуть сомнению то, что писалось в те годы, писалось простыми людьми, нашими с вами бабушками, дедушками, прабабушками, прадедушками, родителями. Они писали о тех ужасах и лишениях, которые они переживали. Это письма тех, кто недолюбил, кто зачастую не познал всей прелести жизни. Это письма тех, кто не увидел своих детей. И подлинными свидетелями того периода являются вот эти маленькие конвертики, солдатские треугольники. Здесь и радость, и боль, и любовь, и отчаяние, и потеря. И через них мы узнаем о том, где проходили те или иные события. В одном из писем есть удивительная история. Субтитры создавал DimaTorzok У меня в руках подлинные свидетели войны. Это такие простые, казалось бы, треугольнички. Солдатский треугольник, в котором память. Память и история. Эти письма писались женами, детьми, на войну своим родным. Эти письма писались с войны в тыл своим семьям. Здесь и боль, и радость, и печаль. Здесь та история, которую никто и никогда не подвергнет сомнению. Потому что, когда они писались, никто не думал, что через 70, 75, 80 лет мы будем читать эти письма. И тем самым мы немножечко вторгаемся в очень личные отношения, в отношения семьи. Но при этом эти письма, которые помогали солдатам выжить. И если посмотреть, с какой любовью вот это письмо было написано женой на войну своему мужу, и в каком состоянии оно до нас дошло. В 1944 году оно было написано из колхоза целому мужу. И сегодня мы видим очень ровный почерк. Мы видим очень бережно сохраненный листок, в котором жизнь. это значит, что письма были не просто способом общения. Их солдат хранил, он с ними шел в бой. И часть победы, часть духа боевого, отваги, мужества, она заключается именно в этих письмах, потому что они хранились солдатам у сердца. Есть одно письмо, которое написано командиром по запросу жены. В 1941 году ее муж ушел на фронт, не увидев своего ребенка, и в 1944 году он погиб. Жена обратилась с просьбой узнать, где похоронен ее муж. Сам он по крови из украинской семьи военный, врач. Служил он уже на территории Российской Федерации, ушел он из территории Российской Федерации, но последний бой он встретил на территории Литвы. И уникальность ответа заключается в его содержании. Я передам только примерно эти слова. В ответ на ваш запрос я информирую о том, что нашел место захоронения вашего мужа. Здесь установлен местными жителями обелиск. На нем золотыми буквами выбита фамилия, имя и дата смерти. Это устанавливали и установлено было простыми жителями Литвы, гражданами Литвы. Они не надеялись, что семья когда-то найдет это место. Они отдали дань человеку, который защищал их, спасал эту землю и лишился жизни на этой земле. И вот сегодня встает вопрос, а кто же имеет право усомниться в том, что делали простые граждане этих стран, устанавливая эти обелиски и ухаживая за этими могилами? Кто имеет право сносить эти памятники подвергать сомнению признательность и благодарность тех, кто испытал эту боль, снося могилы, снося памятники и забывая о том, какой ценой далось нам сегодняшнее спокойное наше состояние. И если мы забываем историю, история очень жестока, она обязательно напомнит о тех событиях, о которых мы забыли, и она не простит нам то, что мы забыли. А ради чего погибли наши деды, бабушки, наши прабабушки, наши родители? Они подарили нам жизнь под мирным небом, и они защищали нашу жизнь, которой будут гарантированы права и свободы. И не случайно сразу после войны появилась организация, которая называется Совет Европы, призванная обеспечивать и сохранять достойную жизнь, в рамках которой будут соблюдаться права и свободы человека и гражданина. Российская Федерация присоединилась к Европейской Конвенции защиты прав человека и вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года и 30 марта 1998 года, то есть уже 20 лет прошло с этого момента, как Российская Федерация ратифицировала Европейскую Конвенцию о защите прав и свобод. Я не буду вдаваться в детали содержания Конвенции, а больше перейду сейчас к сегодняшнему дню и той кризисной ситуации, которая сложилась в рамках отношений России и Совета Европы. К сожалению, в 2014 году после того, как состоялся референдум в Крыму и Севастополе и граждане этих территорий проголосовали за присоединение к Российской Федерации, наши европейские партнеры решили подвергнуть сомнению права граждан на самоопределение и подвергнуть сомнению итоги этого референдума. И тогда была принята резолюция, к сожалению, в соответствии с которой наша делегация в парламентской ассамблее Совета Европы была лишена права голоса. Один из органов Совета Европы имел ли он право лишать голоса депутатов представителей народа нашей страны, чьи права эта организация защищает. Это скорее философский вопрос, потому что ответ на него однозначный. В связи со сложившим кризисом делегация Российской Федерации приняла решение покинуть заседание и с 2013 года наша делегация не принимает участие в заседании в парламентской ассамблее Совета Европы. В связи с тем, что мы исходим из уставных документов и основополагающих документов Совета Европы невозможности лишения права голоса по отдельным пунктам даже ни одной делегации. Более того, юридическая служба Совета Европы дала соответствующее заключение в 2014 году о том, что права делегации неделимы. То есть нельзя лишить одного права и оставить другое право. однако почему-то наши европейские коллеги не прислушались к своему же юридическому заключению. Это их право, но право Российской Федерации настаивать на четком соблюдении всех положений, которые закреплены в уставных документах. Через два года после лишения права голоса по отдельным позициям делегации Российской Федерации в ПАСЕ и после того, как в течение двух лет не удалось преодолеть этот кризис, Российская Федерация принимает решение о прекращении финансирования деятельности Совета Европы и прекращает переводить вклад, который ежегодно делают государства члены Совета Европы. Отмечу, что Российская Федерация является одним из крупнейших доноров Совета Европы на протяжении всего членства Российской Федерации в Совете Европы. Подчеркну, что это решение было принято два года спустя после бесконечных попыток решить вопрос с соблюдением всех положений уставных документов и основываясь не на политических каких-то размышлениях, основаниях и заявлениях, а руководствуясь чисто юридическими формальностями и нормами правовыми, которые закреплены в самих документах Совета Европы. К сожалению, до сегодняшнего дня решение вопроса о восстановлении в полном объеме прав нашей делегации не решены и 2019 год конец весны начало лета май июнь будут ключевыми в отношениях и дальнейшем нашем пребывании в составе Совета Европы. И так каковы же последствия по неуплате взносов государства члены в бюджет Совета Европы, я беру Устав Совета Европы, статью 9 Устава Совета Европы, где говорится о том, что комитет министров может приостановить право государства члена быть представленной в комитете министров и консультационной ассамблеи, которая не исполняет финансовые обязательства на срок их неисполнения. Соответственно, в 1994 году комитет министров принял решение, что статья 9 Устава применима только в случае невыполнения обязательства в течение двух лет. Таким образом, как раз двухлетний период невыплаты со стороны Российской Федерации, как члена Совета Европы, своего взноса в бюджет этой организации у нас истекает в начале лета 2019 года. Вопрос о дальнейшем участии Российской Федерации в комитете министров и консультационной ассамблеи будет поставлен именно в этот период и может быть поставлен со стороны Совета Европы именно в этот период. Означает ли приостановление участия в комитете министров и консультационной ассамблеи означает ли этот выход из Совета Европы как приостановление всех конвенций и действия всех конвенций на территории Российской Федерации, которые были ратифицированы Российской Федерацией. А мы на сегодняшний день говорим о более 60 конвенций, которые были ратифицированы Российской Федерацией в рамках своего членства в Совете Европы, которые были разработаны на площадке Совета Европы, а также говорим о 9 частичных соглашениях, в том числе соглашения по спорту, по деятельности и участии нашему в организации Грека, это группа государств против коррупции и так далее. Безусловно, этот вопрос, который подлежит тщательному рассмотрению и изучению с юридической точки зрения, но формальности их никуда не откинуть и не деть. И мы очень внимательно должны сегодня задумываться о том, какие последствия будут в том числе для Российской Федерации и для Совета Европы в случае, если Российская Федерация перестает быть постоянным членом Совета Европы. Безусловно, Российская Федерация не может допустить, не должна допустить и не допустит начала процедуры, когда нас попросят выйти из Совета Европы, поскольку мы считаем и мы уверены в этом, основываясь абсолютно на именно правовой позиции о незаконности и ошибочном тогда принятии в рамках парламентской ассамблеи решения о приостановлении нашего права голоса, лишения нас права голоса по отдельным аспектам. Мы настаиваем на том, что делегация должна быть восстановлена абсолютно в полном объеме во всех своих правах. Есть еще одна статья, когда Российская Федерация может самостоятельно решить вопрос о своем дальнейшем членстве. Это тоже отсылает нас к уставу. Это статья 7 Устава Совета Европы. Какая здесь процедура, это тоже интересно, поскольку буквально через несколько месяцев мы будем свидетелями того, по какому пути пойдет наше дальнейшее отношение с Советом Европы. Для этого необходимо уведомить Генерального секретаря о намерении выхода. Если такое уведомление было подано в течение первых девяти месяцев финансового года, то выход возможен в конце финансового года. Если уведомление поступило в течение последних трех месяцев финансового года, то выйти можно только к концу следующего финансового года. Но означает ли это, что с этого момента граждане Российской Федерации лишаются права обращения за защитой прав, гарантированных конвенцией, в Европейский суд по правам человека. Нужно заметить, что закон обратной силы не имеет. Это известная всем юристам фраза. В этом случае также будет распространяться. статья 58 Европейской Конвенции говорит о том, что в случае исключения или выхода из Совета Европы в соответствии именно со статьей 58 Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод, государство должно денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека. То есть, другими словами, государство должно выйти из нее. Для этого Россия должна за 6 месяцев подать уведомление Генеральную секретарю Совета Европы и прекращение действия Конвенции происходит после 6 месяцев с момента подачи такого уведомления. В соответствии с пунктом 2 этой же статьи статьи 58 Европейской Конвенции государство не освобождается от своих обязательств по Конвенции до истечения 6 месяцев с момента подачи уведомления. Таким образом все обстоятельства и все нарушения, которые будут в отношении граждан или нарушения прав гражданина прав и свобод гражданина на территории Российской Федерации или граждан Российской Федерации также на территории Российской Федерации будут подлежать возможной защите в Европейском суде по правам человека. Станет еще один вопрос это дальнейшая работа представительства нашего судьи на сегодняшний день судья от Российской Федерации дедов работает в Европейском суде по правам человека и все решения по российским делам так называемым в обязательном порядке при составе судей входит представитель от страны ответчика в этом случае и в случае выхода из состава Совета Европы дальнейшая будет процедура поскольку вы знаете что рассмотрение дел в Европейском суде по правам человека иногда достигает и 5 и 10 лет это может длиться поэтому те более того те нарушения которые были допущены в период членство в Совете Европы они также подлежат защите и у граждан есть право на обращение в Европейский суд по правам человека таким образом возникает вопрос как быть дальше пока этот вопрос не решен и в случае если организация примет решение процессуальное о том что нашего судьи не будет то это тоже большой вопрос есть процедура приглашения так называемой суди отхок но насколько она гарантирует должную защиту и должное рассмотрение дел связанное с нарушениями на территории Российской Федерации это все серьезный вопрос который должен получить очень четкий ответ от компетентных сторон а главное собственно двух сторон и от Совета Европы и от Российской Федерации мы должны будем понимать каким образом дальше мы защищаем права наших граждан безусловно я надеюсь на то что и все надеются на то что кризис будет преодолен и что здравый смысл возобладает поскольку Совет Европы это организация которая признана защищать права человека а не нарушать права человека поэтому поэтому в случае лишения в своем составе Российской Федерации в случае отсутствия Российской Федерации в составе Совета Европы неужели Совет Европы не задумывается о том как будут защищаться права и как они будут гарантировать эту защиту которая провозглашена в качестве основной цели этой организации уже столько десятилетий граждан Российской Федерации и тех граждан чьи права могут быть нарушены территорией Российской Федерации но в случае если возобладает чисто политическая агония тогда вопрос о том что такое право Совета Европы и насколько сами государства участники Совета Европы и его основные органы готовы соблюдать и следовать своему же праву и своим уставным документам вопросов очень много и скорее сегодняшний наш с вами разговор он является такой отправной точкой для того чтобы вы задумались о том куда идти дальше и какие сложности возникают каждый день в рамках наших отношений в совершенно различных международных организациях и насколько нелегкий сегодня труд у нашей и дипломатической службы нашей службы юридической министерства юстиции министерства иностранных дел и у всех тех кто задействован на международном направлении чтобы сохранять и поддерживать не только мир но мир в рамках правового поля чтобы не давлели у нас именно политические громкие заявления чтобы они все основывались на чисто правовых позициях надеюсь на то что у нас с вами будет возможность это обсудить в рамках экспертных встреч круглых столов семинаров мы всегда вас ждем в стенах Московского государственного института международных отношений на всех мероприятиях которые мы проводим форум молодежных организаций страны СНГ это замечательное мероприятие которое мы проводим совместно с федеральным агентством по делам молодежи в рамках реализации международного молодежного сотрудничества с федеральным агентством по делам молодежи мы готовим целый комплекс разноформатных мероприятий мы реализуем как формат экспертного сопровождения крупных федеральных и международных формах и программ так и какие-то программные компоненты для самых разных разноплановых мероприятий и образовательных блоков. Наши мероприятия, безусловно, знаковые, потому что впервые за долгое время в нем принимают участие представители восьми стран-содружества, которые на протяжении двух дней очень плотно работают для того, чтобы обсудить гуманитарную повестку в своих странах, а также предложить конкретные пути по развитию конкретной этой сферы в других странах СНГ. При подготовке наших программ мы совмещаем академический и классический подход с современными интерактивными гибкими игровыми форматами. Я уверен, что межкультурный диалог между различными странами, народами и особенно молодежной категорией граждан очень важно сохранять. Уверен, что эта площадка уже сейчас становится достаточно перспективной, полезной и имеет все предпосылки для того, чтобы в будущем только лишь развиваться и становиться еще более продуктивной. Мы уверены, что та образовательная программа, которая предложена для них, она включает в себя экспертный, образовательный компонент, общение и интерактивные форматы, заложит позитивный результат в работу всего Содружества и станет важным элементом их повседневной работы в своих странах. Продолжение следует... Продолжение следует...